Здоровье 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 Да, сегодня хотел бы поговорить о применении технологии равной равному, или иногда она называется подросток подростку, формирование здорового образа жизни среди молодежи и профилактики социально значимых заболеваний. А вот я вас сейчас уже перебиваю. Получается, мы считаем, что прививать здоровый образ жизни нужно чем раньше, тем лучше. Мы же сейчас уже с подростком. Однозначно. Но я даже считаю, это уже не стоит обсуждать. Естественно, чем раньше, тем лучше. Практически я не знаю ситуации, когда бывает слишком рано, и, к сожалению, слишком часто вижу ситуации, когда слишком поздно люди задумываются об этом, и начинается такая работа. И вот для распространения этой технологии, для этой работы есть две причины. Одну бы, я сказал, такая количественная больше, а другая качественная. Если вот начать с количественной, то у молодых людей в Самарской области 300-400 тысяч человек. И понятно, что никакая организация, никакая конкретная одна группа тренеров, ну, какого бы качества они ни были, какого бы количества они ни были, она не сможет эффективно отработать формирование здорового жизни вот с этой огромной массой народа. Плюс ведь есть и географически по-разному расположенные районы, да. Даже, допустим, куст Сызранский, он, ну, все мы понимаем, не очень удобно по отношению к Самаре, например, расположен довольно долго ехать туда и обратно. И возникает ситуация, что нужно готовить тренеров непосредственно в образовательных учреждениях, в малых городах, в селах, чтобы с использованием методической поддержки из центра они могли уже проводить данные мероприятия сами. Это вот такое чисто математическое обоснование. Но есть и другое обоснование, которое заключается в том, что когда мы говорим о вещах, ну, очень значимых, очень чувствительных, таких как профилактика ВИЧ-инфекции, таких как безопасное сексуальное поведение, таких как потребление психоактивных веществ, то нам чрезвычайно важно, чтобы между тренером и слушателем были минимальные барьеры, любые барьеры, я имею в виду, и возрастные, и социальные, и образовательные. Чем они ближе друг к другу, тем короче будет путь для установления доверительных отношений и для действительно эффективного обмена информацией. И в этом смысле также технологии равные равным, она практически, извините, цитологию равных себе не имеет. Особенно вот в наиболее значимых социальных заболеваниях профилактики. Ну, это вот такое короткое есть вступление. То есть почему это очень нужно? Ну, я думаю, наши зрители уже поняли, что девочки Настя и Татьяна как раз-таки участники вот этого проекта «Равные равному». То есть волонтеры, то есть люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Ну, во-первых, волонтер – это, если дословно разбираться, это человек, который делает что-либо по собственному желанию без принуждения. Согласны. Да, мы согласны. А расскажите, пожалуйста, коротко сейчас, вот, как давно вы в проекте и, собственно, почему, Настя, да? Ну, я в этом проекте недавно, около нескольких месяцев. Меня завлекла вот именно, скажем так, помощь, даже не помощь, а донесение какой-то либо информации людям, которые об этом, ну, или знают, или хотят узнать об этом. То есть, скажем так… Нуждаются, во-первых, в получении информации. Может быть, существует множество миф каких-то, допустим, вещей, и они хотели об этом подробнее узнать, и я хочу в этом поучаствовать. Мне самой, как студентке, это интересно, и, в принципе, как человеку просто… Студентке-медику надо еще подчеркнуть, наверное, было бы странно вообще не участвовать в этом, да? Рассмотреть одно и то же, допустим, одно и то же заболевание с разной точки зрения, то есть медицинское и сообщественное. Татьяна, ну, насчет Насти понятно, она все-таки медик будущий, и ей, наверное, сам Бог велел этим заниматься. Ну, а ты? Ну, я вообще этим интересоваться начала около трех лет назад, когда смотрела на таких же подростков моего возраста, которые этим интересуются, везде в этом участвуют, как бы пропагандируют этот здоровый образ жизни. И я такая думаю, а я что, не могу это делать, я как бы сама веду здоровый образ жизни, и хотелось бы доносить это до таких же подростков, как и я, что есть как бы другая жизнь, можно и по-другому вести себя. И вот все вот тренинги, которые мы проводим в Центре сферилизации молодежи, направлены именно на это. И если вот учителя и взрослые люди, они постоянно разговаривают о том, что так плохо и так нельзя, мы просто как бы являемся сами примером и не говорим, вот вы плохие или что-то в этом роде. И это как бы интересно, и быть примером для равного, мне кажется, это полезно и самому человеку, и тому, кому ты это делаешь. — А ты свою будущую профессию планируешь связать с медициной или нет? — Нет, я не планирую в медицину идти. — Александр Владимирович, если я правильно поняла, то поскольку речь идет больше о подростковой аудитории, то в первую очередь вы бьете на такие точки, как наркомания, ВИЧ, алкоголизм, или же все-таки в общем гораздо шире здоровый образ жизни? — Ну, смотрите, здоровый образ жизни, конечно, гораздо шире, но тем не менее, вот весь мой многолетний опыт говорит о том, что конкретный подход всегда лучше абстрактного. Поэтому мы проходим порядка десяти модулей, ну вот сейчас, как бы на современном этапе этих курсов, десяти модулей, которые покрывают практически все аспекты здорового образа жизни. Но если сказать вот современный приоритет, а приоритет формируется из тех проблем, которые мы сами идентифицируем в Самарской области, из тех запросов, которые делают образовательные учреждения, то это, наверное, примерно 50 на 50, это, ну нет, не 50 на 50, но в общем, скажем так, это ВИЧ-инфекция, ну понятно, насколько это актуально. И, главное, дефицит качественной информации по ВИЧ-инфекции присутствует. Это курение, причем курение со своими, к сожалению, новыми ответвлениями, чрезвычайно опасными электронными сигаретами, вейпами, кальяном. И чуть меньше сейчас, потому что, в принципе, большие успехи достигнуты, это злоупотребление психоактивными веществами. Но, опять же, мы стараемся очень гибко адаптировать свои тренинги, это со всеми теми невеселыми новостями, которые на этом фронте происходят. То есть это те же курительные смеси, спайсы, новые психоактивные вещества, которые становятся все хуже и все быстрее, разрушают жизнь тех, кто пробует их. И вот еще один момент я хотел сказать, может быть, в дополнение к первому вопросу, что вот история технологии равной равной в Самаре, она очень славная и она довольно долгая. По большому счету, Самара один из российских центров технологии равной равному. И здесь она более 10 лет развивается, инициировано это было Самарским фондом социального развития и время жизни более 10 лет назад. И по разработкам Самарской области у нас формирование здорового образа жизни идет практически во всей российской армии. И соответствующие пособия были выпущены здесь, в Самаре. И многие близлежащие области ездят к нам учиться. Это касается Нижегородской области, это касается Ульяновской области. А сейчас мы выстраиваем взаимодействие с Сахским районом Республики Крым и куда тоже будем передавать технологии. То есть, в общем-то, это история долгая. Почему-то лидерство Самары в этом меня не удивляет. Ну да. Таня, ты сказала, что вы не читаете лекции назидательных, не учите чему-то долго и нутно, а вы являетесь сами примером. Насколько сложно являться этим примером? Ведь в общем и целом-то вот есть мнение у молодежи, что, во-первых, надо все попробовать, все испытать. А тех, кто этого не делает, называют ботаниками и так далее. Вот как ты в этой роли себя... Ну, на самом деле, сейчас уже популяризация вот этого здорового образа жизни, она больше у молодежи как раз-таки. Нету сейчас такого, что надо все попробовать, ты ботаник, если не попробуешь. Такого уже нет. То есть сейчас, наоборот, со стороны подростков есть некоторое гнобление даже людей, которые употребляют что-то. И количество употребляющих наркотиков, ну, вот я как подросток, у меня среди знакомых таковых, в общем-то, и нету. И курение, те, кто даже, может быть, начинали курить, они всеми силами стараются сейчас это бросить. Да, сейчас вот новая проблема уже появляется, это электронные сигареты, потому что многие уверены, что они не причиняют никакого вреда. Ни себе, ни окружающих. Да, и, возможно, они мельнее вредны, чем сигареты, но тоже вредны. А быть примером, ну, как бы ты, когда им являешься, ты не задумываешься об этом. И когда вот мне сказали то, что вот нужно будет это рассказывать, и я подумала, ну, я же какой-то пример, наверное, преподношу ребятам. А так мы просто идем вместе с ними за руку, учимся, и у них что-то, и они у нас чему-то учатся. И как такового, что мы примеры, сложности, такового я не чувствую. То есть ты считаешь, что это вот нормальный такой образ, и ты вовсе не какая-то выдающаяся звезда? Да, такого совершенно нет. Я просто живу, я учусь, я занимаюсь там дополнительной деятельностью, я общаюсь с большим количеством ребятами, такими же подростками, как и я, и мы общаемся совершенно на одной волне. Мы разговариваем общими сленгами там, и то есть как-то никакого там сумасшествия, ничего такого нет. Настя, какие, по-твоему, формы подачи вот этой информации, такой ненавязчивой и хитрой, наиболее эффективны именно в подростковой среде, в молодежной среде? Как лучше всего... Ну, то есть вот можно собрать, например, прочитать лекцию, а можно еще что-то... Ну, во-первых, наверное, это должно быть интересно, интерактивно и простым языком, чтобы они сами понимали, что ты говоришь. Может быть, ты, объясняя какой-то термин, будешь понимать, о чем ты говоришь, но кто тебя слушает, они будут думать, ну, вроде как прослушают и забудут об этом. А если они прослушают, запомнят, если это какие-то вот интерактивные рисунки, там, ты будешь показывать это все на примерах, и проще говорить с ними на одном языке, то, наверное, они это лучше запомнят и сами для себя поймут. Мне кажется, так, как-то в такой форме. Вы сказали, что история у этого проекта в Самаре славная, слово для себя отметила, но все равно же были наверняка какие-то ожидаемые результаты. И о чем можно на сегодняшний день уже говорить вот за эту десятилетнюю историю? Когда всегда мы говорим о изменении поведения больших групп людей, то померить-то мы это можем, но крайне сложно потом славой поделиться, да, потому что, ну, представляете, сколько факторов воздействует на поведение молодых людей. Поэтому я могу сказать только вот то, что мы реально видим. То есть, действительно, популярность того же курения среди подростков, она снизилась драматически. В хорошем смысле, драматически, да. Это у нас такой термин в профилактике. Значит, сильно. То есть, если у нас по общему население... Ну, в целом, я хочу сказать, российская политика эффективная, современная, грамотная по ограничению курения идет сейчас в последние годы. И если по общему населению это где-то там 6-7% снижения, то в отдельных возрастных группах, именно подростковых, это до двух раз снижение первичного курения. Это чрезвычайно важно. То есть, это чрезвычайно успешно. Мы еще не побороли курение, но мы немножко, знаете, уже поставили его на то место. То есть, весь флер модности, красоты, чего еще, богатства, ну, по-моему, он в руинах сейчас находится. То есть, да, в своем маргинальном уголке, как беда не совсем здорового человека, оно существует. В этом смысле, конечно, мы видим очень большую опасность электронной сигареты, которые из подваль через черный ход пытаются отыграть назад все то же самое. Да, и вы видите, когда реклама сигарет запрещена, мы видим эти яркие красочные отделы с электронными сигаретами и их картриджами. Но сейчас идет большая законодательная работа, идет инициатива регионов и федерального центра. Я думаю, что на законодательном уровне в ближайшее время будут соответствующие изменения приняты, и электронные сигареты будут приравнены к обычным, что и должно быть. Потому что, что видим мы, электронные сигареты сейчас для молодых людей становятся точкой входа в курение. И причем в курение и электронных сигарет, и обычных потом. То есть, они приобретают двойную зависимость. То же самое происходит с человеком, который курит обычные сигареты и пытается электронными сигаретами чего-то бросить. Он просто начинает курить и их. Это величайший обман, как вся история, кстати говоря, курения. Это череда обмана со стороны табачных компаний. И последняя карта, которую они сейчас разыгрывают, это вейпинг. Но я надеюсь, что мы им не дадим ее разыграть. Ну, надеемся на вас и на вашу армию волонтеров. Настя, мы, в общем, поняли немножко про подростков. Противниками здорового образа жизни, но, может быть, не явными противниками, что вот нет, я не буду. А просто людьми, не желающими менять своих привычек, являются люди постарше. Вот Александр Владимирович сказал, что бывает время, когда уже поздно думать о здоровом образе жизни. Но есть такая вот золотая середина, да, когда все-таки еще не поздно. Есть уже проблемы, но еще не поздно. Вот ты как будущий медик. Скажи, пожалуйста, а с людьми постарше, с взрослыми, с пожилыми, как-то тебе приходилось сталкиваться, работать на эту тему? И вообще твои мысли, как медика, что с ними-то делать? Как их убедить? Ну, их, наверное, будет убедить очень сложно. Потому что люди, сложившимися уже какими-то мыслями, их будет тяжело переубедить. И тем более вы вроде как бы люди без опыта, да, то есть к вам они не будут прислушаться, а что делать? Можем что-то придумать в этом направлении? Ну, может быть, если сами подростки будут говорить взрослым уже людям, которые, в принципе, у которых мозги есть, то, что это плохо, это вредно. Будем надеяться, что у всех есть. Мне кажется, это должно на них как-то повлиять. Потому что если, ну, просто сидел ребенок это понимает, а взрослый это не понимает, и говорит, ну, у меня уже зависимость, что я могу сделать. Ну, это будет очень странно. Вот, кстати, американские ученые провели исследование и выяснили, что женщины гораздо больше не хотят отказаться от своих вредных привычек, даже если знают, что это принесет большую пользу их здоровью и хорошему самочувствию. Они предпочитают не менять свой образ жизни, а пить таблетки. Ну, мы это знаем. До исследований американских ученых мы это разбирали, по-моему, на наших семинарах. То есть это соответствует истине? Это соответствует истине, да. Зависимости у женщины быстрее прогрессируют, и они тяжелее, из них выходят все зависимости. А что касается людей немолодых, я, во-первых, хочу быть правильно понятым. Конечно, повернуться к здоровому образу жизни никогда не поздно. Другой вопрос, что на некоторых стадиях некоторые вещи уже будут необратимы. А на ранних стадиях можно обратить все, то есть вот эти вот факторы риска, исправить все негативные воздействия, которые они оказали. И еще раз возвращаясь вот к людям, ну, так называемым серебряным возрастом, как сейчас говорят, здесь тоже надо применять. Вот на мой взгляд, я в этом смысле в меньшей степени специалист, но я думаю, технологии ран и рану надо принимать, применять тоже. Надо способствовать их социализации, чтобы они не сидели дома, чтобы они собирались в клубах. Образуются там лидеры, и лидеры эти будут, и там прекрасно, вот те же самые скандинавская ходьба, о которой мы говорили с вами в кулуарах до, она сейчас очень подхвачена людьми именно немолодыми. И это, кстати, российская особенность, во всем мире ходят в основном молодежь среднего возраста, у нас кто постарше, пошли с палками. Вот, и им главное не давать замыкаться, вот, не быть дома. Тема способствует социализации, у нас есть интересные организации и проекты, просто которым я чуть хуже знакома, но они есть в Самарской области, которые именно способствуют социализации пожилых людей. И там будут такие же тренеры, вот, и то же самое все будет работать. Я хочу все-таки спросить вас еще об обучении, поскольку она идет, что вот самое эффективное для вас из тех моментов, которые вы узнали, из подачи, то есть чему вы-то сами научились? Ну, во-первых, наверное, какие-то рассели в себе мифы, то есть узнали много новых вещей, во-первых, не со стороны, именно как, мне вот студент-медик, не со стороны медицинской точки зрения, а уже чисто сообщественной, то есть как с этим, как провести профилактику, или как с этим, допустим, жить. А какие темы самыми интересными были? Ну, самая такая распространенная, наверное, ВИЧ-инфекция, и наркомания, алкоголизм, и курение именно электронной сигареты, то есть вот это то, что новое такое влилось в нашу жизнь, и так распространяется очень резко. Наверное, вот это было больше интересно. А какая форма обучения, какие вообще мероприятия вот с волонтерами проводились? Ну, я как самая волонтер, мы проводим эти, мы проводим сборы, и там проводятся разные тренинги, мастер-классы, упражнения, вот, допустим, есть... Ну, это мы сами проводим, это сначала, ну, на нас, так скажем, проводят, потом мы проводим таким же подросткам, которые разница у нас небольшая, год или два. И они раскрывают, то есть мы работаем так, что говорят они, мы просто их как бы направляем вместе с ними. И иногда такие интересные вещи раскрываются. И вот в эти сборы, которые длятся два дня, они настолько динамичные, что некоторые ребята, которые вот, как бы, там же поднимаются проблемы, в принципе, курение, алкоголизм, наркомания, такие же проблемы здорового образа, ой, проблемы здорового образа жизни. Не здорового. Да, не здорового образа жизни. Мы, это все настолько динамично проходит, что они забывают о каких-то своих проблемах, может быть, даже домашних, и забывают о том, что они курят сами, и просто забывают. И это, думаю, я, это достижение, и наши достижения, и достижение вот этих все программ, которые мы проводим. И вот лично я проводила несколько, ну, мастер-класс такой, допустим, образ счастья, и каждый подросток считает, что быть счастливым – это быть здоровым. То есть здоровый образ жизни – это часть счастья. Если ты не здоров, то уже, как бы, у тебя счастье уже либо уменьшается, либо очень мало. И многие достижения твои заключаются в том, что ты здоров, и у тебя нету пяти минут наперекур, так сказать. Александр Владимирович, мы говорили, что здоровый образ жизни – это, в общем-то, шире, чем наркомания, чем курение, чем алкоголизм и так далее. И здоровый образ жизни – это активный образ жизни, наверное, в первую очередь, да? Ну, современная эта жизнь к активности как раз не очень располагает. Большинство из нас на работе сидит, за компьютером сидит, дома студенты учатся, сидят, ну, в общем, и так далее. Как с этим бороться? Да. Что делать нам? Десять тысяч шагов в день проходить. Ну, на самом деле, я хочу сказать, вы в бассейн СКА зайдите, вот, там машину не поставишь в последнее время. Так что, вообще-то, причем на глазах ситуация меняется. Ну, в смысле, с машиной ситуация хуже, но это меня скорее радует, чем огорчает, потому что и в те дни, и в то время, когда никого не было в бассейне, вот сейчас, в общем-то, все уже полно. Опять же, те же скандинавские ходьбы мы видим на улицах просто, ну, действительно, люди появились. Вот. Ходить на работу становится популярным, ну, благо, по времени одинаково получается уже, по-моему. Вот. А если не ходить, то хотя бы часть дороги проходить пешком, по лестнице подниматься без лифта. То есть, эту минимальную физическую нагрузку, ее набрать можно. Сейчас много интересных публикаций, вариантов таких, ну, пяти, семи, десяти минутных гимнастик дома или на рабочем месте. Кстати говоря, еще одно интересное направление, это нужно готовить, и такой проект есть у Митинского университета, готовить тренеров, ну, грубо говоря, производственной гимнастики, но в широком смысле. То есть, тех людей, которые именно вот у стола или в школе у парты покажут те упражнения, которые и по формату помещения, и по формату времени к этому подойдут. А еще вот один глобальный компонент, ну, вот к тому, что говорила Татьяна, она подчеркнула, коммуникативно, ну, насколько у нас все интерактивно и весело проходит. Но я хочу сказать, что, опять же, славной самарской традицией является то, что у нас и качественно очень в информационном плане, именно почему у нас учатся из других регионов. То есть, да, вот у нас работают фонд «Время жить», центр социализации молодежи, организация волонтеров-медиков, но и за счет организационно-методического руководства областного центра медицинской профилактики это все еще методически выверено с точки зрения правильности и медицины. Есть книжка, по которой дети занимаются. Вот они не сказали, а они ведь задают экзамен на самом деле. Ну, простой в этом году достаточно был, но тем не менее. То есть, мы к этому относимся серьезно. И поэтому потом благополучатели и те, кто слушают вот эти тренинги, они вот чувствуют эту разницу, видимо, самарских тренеров с другими. Потому что, действительно, ребята к этому относятся серьезно и ответственно. Они действительно готовы. Это важная вещь. Ну, и в завершении, наверное, все-таки, если у кого-то сейчас появится желание присоединиться к вам, то как это сделать? Самарский областной центр медицинской профилактики. У нас постоянно новые группы формируются, да, нужно связаться. И особенно я хочу обратиться к руководителям образовательных учреждений, что не зовите нас во всемирный день борьбы со СПИДом или во всемирный день борьбы с туберкулезом или сахарным диабетом раз, два, три раза в год. А подумайте о том, чтобы у себя создать инициативную группу буквально из двух-трех молодых людей, которые мы поможем вам и подучить, и книжки дадим, и промматериалы дадим. И пусть они на постоянной основе в вашем образовательном учреждении работают. Спасибо вам большое за очень интересную сегодняшнюю беседу. Будем подводить итоги. Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но можно помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Одна из заповедей волонтеров здорового образа жизни – помни, что твоя сила и ценность в твоем здоровье. И, наверное, каждый из нас может взять эту заповедь для себя. До свидания. Спасибо большое. Увидимся.